Наше Солнце не вечно. Через миллиарды лет оно умрет. Превратится в огромного красного гиганта и поглотит Землю. К тому времени людей на Земле уже не останется. Но что было бы, если бы это случилось сейчас, на наших глазах? Допустим, мы сами могли бы увидеть, какой станет наша планета. Новый мир, который трудно даже вообразить. Что будет с Землей, если Солнце станет красным карликом, и как мы будем справляться с последствиями? Последствия, преданные Солнцем. Солнце. Ближайшая к нам звезда. Это огромный шар раскаленного газа диаметром более миллиона трехсот тысяч километров. Солнце в миллион раз больше Земли. Но дело не только в размере. В солнечном ядре происходит термоядерная реакция. Атомы сталкиваются, и каждую секунду высвобождается больше энергии, чем дают за год два миллиарда крупных атомных электростанций. Благодаря этому Солнце дает нашей планете свет и тепло, без которых на Земле не было бы жизни. Но запас топлива в солнечном ядре не бесконечен. Рано или поздно водород кончится. Мы этого уже не застанем. Жизнь Солнца измеряется миллиардами лет. Но что если бы мы могли увидеть, как оно погибнет? Что если бы сейчас, когда на Земле столько городов, столько людей, Солнце стало бы резко стареть? Если бы мы перенеслись на миллиарды лет вперед, что бы мы увидели? И как долго смогли бы выжить в новых условиях? Представим, что этот процесс начался уже сегодня. Однажды летним утром оказалось, что за одну ночь Солнце постарело на миллионы лет. И стало давать нашей планете больше света и больше тепла. Перемена на Земле пока незаметна. Но в солнечном ядре уже производится гораздо больше энергии, чем прежде. Водород в солнечном ядре стремительно расходуется, оно уменьшается. Чем меньше остается водорода, тем больше сжимается ядро. Его можно представить в виде уменьшающейся коробки с движущимися мячиками. Чем меньше становится коробка, тем больше сталкиваются мячики. И теперь в солнечном ядре атомы водорода сталкиваются чаще, чем раньше. В результате образуется больше энергии. И на Земле становится теплее. Жители Манхэттена страдают от 55-градусной жары. По всему миру температура поднялась на 20 градусов. В австралийских и азиатских городах она достигает теперь 60 градусов. Египет. Англия. Все страны мира страдают от невыносимой жары. Даже в самых холодных уголках Земли становится теплее. Лед в Антарктиде и Гренландии начал таять. И таяние льдов не обойдется без последствий. На это уйдет немало лет. Но в конце концов весь лед на полюсах растает. Огромные куски шельфового льда в Антарктиде и Гренландии откалываются и уплывают в океан. Уровень мирового океана поднимается более чем на 60 метров. По всему миру люди сталкиваются с новыми стихийными бедствиями. В Манхэттене и прибрежных городах наводнения. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами и большая часть Флориды залита водой. Водород в солнечном ядре постепенно сгорает и однажды кончится совсем. Это естественный ход развития Солнца, занимающий миллиарды лет. Но мы пытаемся представить, что будет, если Солнце станет стремительно стареть уже сейчас. Как это скажется на Земле? За ночь Солнце постарело еще на 5000 лет. Температура на планете по-прежнему на 20 градусов выше, чем раньше. Из-за потепления прибрежные районы оказались затоплены, как затопило и Манхэттен. Но и те города, которые не затопило, изменились. Бамбуковые и другие высокие травы растут там, где были клёны и еля. В новых условиях в Чикаго и Торонто скоро будет растительность, словно в Юго-Восточной Азии. Климат во всем мире тоже резко изменился. Из-за потепления процесс испарения идет гораздо быстрее, чем раньше. Испаряется огромное количество влаги. И по всему миру начинаются тропические ливни. Многие растения радуются дождям, но не все. Ливни стали причиной гибели некоторых видов растений. Чтобы узнать, почему это происходит, надо посмотреть на горы. Сильные ливни вызывают эрозию. Обнажается свежая порода. И минералы вступают в реакцию с углекислым газом. За тысячи лет углекислого газа в атмосфере остается все меньше. Но растениям нужен углекислый газ. И некоторым растениям, таким как бамбук, его требуется особенно много. В новом жарком мире такие растения разрастаются повсюду. Но растения северного полушария не могут приспособиться к новым условиям. Клены, дубы, ели и сосны страдают от резкой перемены климата. Некоторым растениям нравится дождь, некоторым нет. А людям он когда-то приносил пользу, помогая переносить жару. Из всех животных на планете у человека лучше всего устроена терморегуляция. Вода охлаждает нас, буквально забирая тепло из организма. Но при 55 градусах и большой влажности человек сильно потеет. При этом он расходует более 4 литров воды в час. Это огромная нагрузка на организм. А жара по-прежнему не спадает. Вдобавок в городе железобетонные конструкции удерживают тепло. Температура здесь может быть на целых 4 градуса выше, чем загородом. Штат Нью-Йорк. Пытаясь выжить в новых тяжелых условиях, люди устремляются в деревню, где хоть немного прохладнее. В прежние времена это был яблоневый сад, дававший почти 3,5 миллиона тонн яблок в год. Но как и другие растения северного полушария, эти яблони гибнут. Они не могут приспособиться к новому, жаркому климату. Но даже если бы они приспособились, убрать урожай было бы практически невозможно. Человек не может работать в такой жаре. Температура тела поднимается до критической отметки. Солнце стремительно стареет и скоро станет красным гигантом. А пока оно греет все сильнее. И скоро человечество вынуждено будет покинуть поверхность Земли. Вы видите мир, в котором Солнце прожило две трети своей жизни. На самом деле, от этого момента нас отделяют 3 миллиарда лет. Мы попытались представить, что будет, если старение Солнца пойдет быстрее. Что будет с нашей планетой? Солнечное ядро в основном состоит из водорода. И теперь его большая часть выгорела. Но хотя водорода стало меньше, Солнце греет сильнее. По мере того, как водород выгорает, внешняя оболочка Солнца оказывает на него все большее давление. И от этого термоядерная реакция в ядре идет еще быстрее. Это необратимый процесс, ведущий к гибели Солнца. Если бы мы поглядели на свет такого Солнца, разницу в освещении мы бы почти не заметили. Она была бы не более значительна, чем разница между лампочкой в 60 ватт и лампочкой в 100 ватт. Но в таком мире людям страшен не свет, а тепло. Времена года в привычном смысле исчезли. Температура воздуха на всей планете более 100 градусов, больше, чем температура кипения воды. При такой температуре человек выжить не может. Глаза пересыхают. И от такой жары человек слепнет. Легкие человека состоят из альвеол, тонких мембран, поглощающих кислород. Воздух, раскаленный до 100 градусов, сжигает их. При такой жаре человек не может дышать. Но и это еще не все. Прежде от солнечного излучения Землю защищала магнитосфера, невидимое поле вокруг планеты. Но в солнечном ядре теперь высвобождается еще больше энергии. От Солнца исходит еще больше тепла. И магнитосфера постепенно слабеет. А значит, она начинает пропускать больше солнечного излучения. Человеческая кожа не выдержит такого излучения. Теперь люди могут выжить только под землей. Только здесь последние жители Земли могут укрыться от смертоносной жары и опасного ультрафиолетового излучения. Но слишком глубоко под землю уходить нельзя. На каждые 300 метров глубину температура повышается на 8 градусов. Человечество оказалось между Сцилой и Харибдой. Между смертельными лучами Солнца и жаром от ядра нашей собственной планеты. Теперь уже нельзя выходить на поверхность без спецзащиты. Тут могут пригодиться приспособленные для земных условий скафандры. Они изначально устроены так, чтобы отражать солнечные излучения. К тому же в них есть система охлаждения и запас кислорода. Скафандры белого цвета, потому что он лучше отражает тепло. Но жителям этой странной планеты придется нелегко. Ведь весит такой скафандр более 45 килограммов. Только в таком скафандре можно теперь выжить на поверхности нашей планеты. Ведь температура здесь поднимается все выше и выше. Однако мир, который предстает перед нами, совсем не похож на тот, к которому мы привыкли. Температура поднялась до 150 градусов. Безжалостные лучи испепеляют обезлюдевшие города. Улицы выжжены солнцем. Вода в этом мире испаряется гораздо быстрее, чем раньше. Резко падает уровень мирового океана. Под жарким солнцем вода закипает, и влага испаряется с поверхности Земли. На Земле теперь горячо, как в печке. Манхэттен больше не остров. Небоскребы оказались на вершине выжженного холма. Вода на планете быстро испаряется. Каналы из бетона и стали, которые мы построили за сотни лет, теперь высохли. Каналы из бетона и стали, Испаряется даже вода из канализации, хотя трубы проходят под землей. Двери заклинило. От страшной жары металл расширился, и их теперь невозможно открыть. Хотя водоемы по всей планете высыхают, вода в бутылках не испаряется. Здесь действуют простые законы физики. По мере того, как нагревается вода, в бутылке усиливается давление. А под давлением вода закипает при более высокой температуре. Так что даже при 150 градусах по Цельсию вода в бутылках не закипает. По крайней мере, пока. А вот с газированной водой происходят совсем другие процессы. В этих банках температура поднимается все выше и выше. Начинает выделяться углекислый газ. Именно этот газ делает воду газированной. По мере концентрации углекислого газа давление в закрытой банке растет и в конце концов достигает критической отметки. Температура на Земле продолжает подниматься. Последствия просто ужасны. Береговые линии по всему миру меняются до неузнаваемости. Все больше воды испаряется из океанов. К этому времени испарится половина всех вод Тихого океана, самого глубокого океана в мире. Океаны. У них нет легких. К тому же они могут несколько недель жить без пищи. Однако под лучами стареющего солнца погибнут и они. Температура слишком высока. По мере того, как огромные массы воды испаряются с поверхности планеты, климат на Земле продолжает меняться. Водяные пары собираются в густые облака, которые поднимаются все выше и заволакивают небо. Солнце опаляет Землю и на планете бушуют сильнейшие грозы. Грозовые облака растянулись на сотни километров. Мощнейшие ливни идут по всей планете. Если температура будет и дальше подниматься, то в конце концов воздух станет таким горячим, что капли дождя начнут испаряться прямо в атмосфере. Сейчас огромные грозовые тучи, затянувшие небо, отражают часть солнечного тепла. Однако температура на Земле продолжает возрастать. Поверхность планеты постепенно превращается в пустыню. В таких условиях гибнут даже бамбуковые и некоторые другие травы, которые еще недавно разрослись по всей планете. Растения не способны выжить в такой жаре. На Земле сейчас ужасные условия, и гибель растений этому только способствует. в процессе разложения мертвых животных и растений выделяется углекислый газ и влага, которая тут же испаряется. углекислый газ и водяные пары в атмосфере служили природным термостатом. Они сохраняли на Земле тепло, необходимое для жизни. Но теперь, после массовой гибели животных и растений, количество углекислого газа и водяных паров резко возросло и возник парниковый эффект. Все больше углекислого газа и водяных паров попадает в атмосферу. Но природный термостат теперь не работает. Температура на поверхности Земли сейчас больше 150 градусов и продолжает подниматься. Однако жизнь на планете все еще осталась. Одни из выживших организмов цианобактерии. Даже в горячей воде эти сине-зеленые водоросли по-прежнему поглощают углекислый газ и воду и выделяют кислород. Эти водоросли все больше покрывают поверхность океанов, препятствуя проникновению солнечных лучей. А если в океан не будет поступать солнечный свет, там не будет жизни. В мире, где бушуют грозы, где людям приходится отчаянно бороться за свое существование, постепенно исчезает самое важное для жизни. Растения гибнут и в атмосфере становится все меньше кислорода. Большое количество водяных паров также снижает концентрацию кислорода. До потепления наша атмосфера на 20% состояла из кислорода. Теперь его количество уменьшилось до 10%. Для человека этого недостаточно, так же, как недостаточно для поддержания горения. Несмотря на свирепые грозы, молнии не причиняют никакого вреда. Сейчас, если молния ударит в дом, пожара не будет. Но худшее еще впереди. То, во что превратилась наша планета, продолжает меняться. Солнце стремительно стареет, с каждой минутой приближаясь к своей гибели. мы попытались представить, что будет, если процесс старения резко ускорится. Таким будет наше Солнце через 4 миллиарда лет. Водород в солнечном ядре находится под огромным давлением, которое создается внешней оболочкой Солнца. Каждую секунду сгорают сотни миллионов тонн водорода. Земля пока еще продолжает вращаться вокруг Солнца. Однако это теперь уже совсем другая планета. Температура на поверхности достигает 370 градусов и продолжает расти. Люди не способны выжить при такой температуре. От невероятной жары не спасет ни один самый лучший скафандр. Под землей тоже не удастся спастись. В таких условиях разумная жизнь на Земле окончательно исчезнет. На планете испарилась вся вода. океаны превратились в безжизненные соляные пустыни. вся вода испарилась и небо затянуто тучами отражающими солнечные лучи. Однако от этого на Земле не стало прохладнее. летней ночью когда на небе тучи гораздо жарче чем когда небо ясно. Тучи удерживают тепло не позволяя Земле охлаждаться. Впрочем жара сейчас не единственная проблема. Давление на Земле возросло в 270 раз. Даже если бы люди выжили они бы испытывали сейчас такое давление как будто на каждый сантиметр тела приходится вес в тысячи килограммов. В этой атмосфере взрываются даже баллоны и цистерны в которых вещества хранятся под давлением. Однако такие легко воспламеняющиеся вещества как пропан и бензин не горят. Ведь для огня нужен кислород а его очень мало. на планете очень жарко и большая часть того, что осталось после людей начинает плавиться. От всех наших изделий из пластика и полиэстера ничего не остается. При таких высоких температурах разрушается даже бетон. В бетоне есть вода и изготовить бетон без воды невозможно. Сейчас при 370 градусах эта вода быстро испаряется. Бетон начинает крошиться, в нем образуются трещины. Арматура, с помощью которой обычно укрепляют бетон, расширяется при такой жаре, ржавеет в водяных парах и рассыпается. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Однако некоторые памятники древности стойко переносят такую жару. известняковые глыбы, из которых построены пирамиды, способны выдержать даже 370 градусов. Знаменитые мегалиты Стоунхенджа сделаны из песчаника. Пока что они не плавятся, если, конечно, к этому времени еще не рухнут. Однако температура на Земле постоянно меняется, и 370 градусов совсем не предел. будет еще жарче. Парниковый эффект усиливается. Температура повышается до 1300 градусов. После такого резкого повышения температуры становится понятно, что конец уже близок. Температура растет, и водяные пары, заволакивающие небо, поднимаются выше и уходят из земной атмосферы. Пары, из которых состояли плотные облака, подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения от Солнца. В результате этого воздействия молекулы воды распадаются. Водород устремляется в космос, а кислород остается. Скоро мир изменится до неузнаваемости. железо составляет около пяти процентов земной коры. По мере того, как атмосфера снова обогащается кислородом, железо начинает ржаветь. Поверхность планеты приобретает красный цвет. Кислорода становится все больше, и высокая температура способствует возникновению пожаров. Теперь кислорода достаточно, и горение снова возможно. горит все, что еще осталось на планете. великие пирамиды рушатся безо всяких пожаров. Известняк не выдерживает такой жары. Плавится песчаник, из которого высечена глыба Стоунхенджа. Температура слишком высока. Исчезают последние следы разумной жизни на нашей планете. земля стала красной выжженной пустыней. Солнце горит ярче на 40% чем раньше. Все, что оставалось на планете, поглотил огонь. Солнце, которое было для нас символом света, тепла и жизни, испепелило планету. Так выглядит Земля через несколько миллиардов лет. Мы провели эксперимент, в котором Солнце резко состарилось и люди стали бороться за свое существование под лучами более жаркой, более яркой звезды. Наши города разрушены. Наш технологический мир исчез навсегда в невыносимом пекле. Жизнь на нашей планете теперь невозможна. Солнце состарилось на 6 миллиардов лет. Скоро придет конец не только жизни на Земле, но и самой планете. Солнце догорели последние запасы водорода. Осталось только ядро из гелия. Гелий возгорается только при очень высокой температуре и большом давлении. Однако теперь, когда нет водорода, на него воздействует внешняя оболочка. Давление резко возрастает и гелий начинает гореть. В результате мощного горения гелия части внешней солнечной оболочки начинают срываться. Поверхность Земли полностью выжжена. В результате того, что Солнце сильно увеличилось, Земля оказалась всего в нескольких миллионах километров от него. Солнце уже поглотило Венеру и Меркурий. теперь Солнце заполняет весь горизонт нашей планеты. Оно в 200 раз больше, чем раньше. Разумеется, люди смогли бы увидеть эти удивительные события, только если бы им удалось вовремя улететь с Земли и поселиться на какой-нибудь далекой планете, например, на спутнике Юпитера Европе. Европа находится в том районе Солнечной системы, где разумная жизнь невозможна. На ней слишком холодно. Но теперь, когда Солнце превратилось в красный гигант, все изменилось. Температура поднялась до необходимого для жизни уровня даже на самом краю Солнечной системы. А Земля изменилась до неузнаваемости. На ней не осталось следов какой-либо жизни. И тут наступает конец. Внешняя оболочка Солнца замедляет обращение Земли вокруг него. Наша планета теперь похожа на пылающий метеорит. Происходит сильный взрыв. Земля разлетается на мелкие куски и Солнце поглощает нашу планету. Это был всего лишь эксперимент. старее наше Солнце постепенно становится горячее и больше. В конце концов оно превратится в красного гиганта и тогда изменится вся Солнечная система. Это произойдет лишь через несколько миллиардов лет. А пока человеческое существование зависит от хрупкого баланса всего в нашем мире. На нашей планете не слишком жарко, а солнечного света достаточно для жизни растений и животных. И сегодня мы живем так же, как жили всегда, благодаря нашему Солнцу. программа озвучена студией Арк-ТВ текст читал Петр Табелевич горс . . . . . . МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА